добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на канале компания своя фундамент перед нашей компании сегодня встала очередная нелегкая и нестандартная задача сегодня мы опять занимаемся реконструкции фундаментов и нашим заказчиком на сегодняшний день является немало немного а лен энерго итак нас запустили на объект это одна из подстанций лен энерго в ленинградской области здесь все очень строго и очень серьезно значит все работают спецодежде в касках проинструктировали нас до слез выдали удостоверение о том что мы имеем право доступа на данный объект оградили все что может привозить какой-то опасности для жизни и предоставили нам вот этот объект для реконструкции фундамента я не знаю как эта штука называется не специализовать их вопросов ну вот у нас тут такие две я бы назвал бы не вдаваться подробности трансформаторные будки которые необходимо у которых необходимо заменить фундамент в качестве фундамента под данным сооружением выступают бетонные столбы которые со временем просели реконструкция фундамента то есть замена данного фундамента она в принципе не сложна здесь поступаем также как деревянным домом вкручиваем свои с одной стороны точно также в этих же осяк вкручиваем свои с противоположной дальше по какому-то особому распоряжению данные трансформаторные условно назовем их будки будут отключены от электричества может сейчас они подключены после того как мы поднимем эти трансформаторные будки свои обрежем заполним полости свои цементно-песчаным раствором оденем наши супер оголовки и выставим двутавровые балки дальше все это естественно обварим и у нас будка трансформаторная будка будет стоять на этих двутавровых балках дорогие друзья меня тут за кадром поправили не какая-то не трансформаторная будка как ее назвал это крун это комплексное распределительное устройство наружное другими словами это как у вас доме есть ящик с автоматами это тоже самое только гораздо гораздо масштабнее здесь находится грубо говоря автоматы которые переключают и распределяют электричество с этой подстанции по различным крупным объектам в качестве объектов на которые подается электричество может выступать какие-то крупные объекты это может быть населенный пункт какое-то крупное госучреждение и так далее особенность как я и сказал реконструкция здесь несложная если брать формат и вес сооружения но есть особенности такие особенности которые привели лена нарко как заказчика выбрать именно нашу компанию в качестве своего подрядчика какие здесь особенности во первых начнем снизу к этим круно подходит большое количество кабелей проводов кабелей проводов которые в случае неаккуратного подъема сооружения могут повредиться что нельзя допустить кроме того обратите внимание что сверху круну подходят провода которые обрамлены вот такими керамическими изоляторами в том случае опять таки если мы будем что-то неправильно и слишком резко поднимать они могут повредиться но это еще не все самая большая сложность в том что здесь два круна которые соединены одной общей стеной и как мне объяснили специалисты между этими двумя крунами есть перемычка она алюминиевая там тоже есть какие-то изоляторы мы вовнутрь доступа никакого не имеем поэтому показать вам не можем но опять таки в том случае если эти два сооружения обратите внимание что они абсолютно разные в плоскости будут подниматься как-то резко неправильно то эти изоляторы могут также повредиться я думаю вы понимаете какая огромная ответственность легла на нашу компанию но на том мы и свой фундамент для того чтобы решать всякие нестандартные задачи и я уверен что мы с ней справимся и все будет хорошо смотрите нас дальше дорогие друзья на этом объекте я хочу поднять еще один вопрос периодически и задают его подписчики канала и даже наши клиенты а что такое блуздающие токи и насколько они вредны для фундаментов на винтовых сваях я специально подошел сейчас сотруднику лена энерго и задал этот вопрос он сначала был в недоумении потом понял в чем заключается вопрос и объяснил это если люди будут используют в качестве только проводящей среды если они будут заземление тягачить именно на ну заземление там будет маленькая утечка тока если они будут в качестве заземление используют динтовые свая тогда они будут коррозировать быстрее правильно если будет соблюдено я не знаю сколько по госту расстояние их заземление уведут в землю по госту там даже гост есть метр метр или два от дома я думаю это к этому также относится два метра все только туда не дойдет тем что в том случае если свою действительно использовать в качестве заземлителя своего дома то есть заземление заводить на винтовую свая тогда действительно облуждающие токи ускорят процесс коррозии вашей винтовой свая но это не касается металлических изделий которые выходят из земли в том случае если они не использованы в качестве заземления вот примеру вам на этом объекте огромное количество здесь энергопотребителей энерго излучителей так скажем вот пожалуйста опора сделана из уголка 60 на 60 напрямую торчит из земли никаких буждающих токов и не разрешают значит возраст этой станции специально сейчас залезли в транспарнаторную будку посмотрели в крону в крону возраст ее 82 год у левой и 70 год у правой поэтому я могу предположить смело что данные металлические конструкции приблизительно такого же возраста ничего все стоят все нормально поэтому на этот счет не переживайте заземление делать и соответствие с правилами винтовые сваи использовать для этого нельзя но друзья прошло некоторое время видите даже погода изменилась время года сменилось и нам наконец дали разрешение на отключение от электричества этих крунов и мы приступили уже непосредственно к подъему самих крунов заменили фундамент вкрутили как обычно винтовые сваи подняли выровняли все это на дулутавровых балках пробили уровень противоположной стороне поставили отметку для того чтобы определить если проседание или нет но это чисто со стороны заказчика такая инициатива в данный момент эту отметку проверили все нормально вторая круна правая левая для вас она еще пока в процессе подъема то есть там подготовительная работа произвели и спустя какое-то время я думаю за день за два она будет стоять в таком же виде я сегодня у тебя командировка в город смоленск поэтому в завершении видеоролика мы просто покажем фотографии готового объекта потому что после завершения работ через день через два нас конечно же сюда уже не запустит после того как были завершены работы по реконструкции фундамента под этим круном со стороны заказчика представитель ну по своей инициативе на неподвижный блок которая в копан в землю поставил обрезок от винтовой сваи подогнал по высоте прокладкой для того чтобы понять есть просадка ли не то есть если будет просадка то эту штуку зажмет но прошло уже два дня пока ничего не зажимает да я уверен что ничего не зажмет такое количество свай несущей способностью каждой из них среднем по 5 тонн но я думаю что тут надо можно поставить четыре таких круна и их эти свои не продает поэтому за этот вопрос я спокойно хочу сказать для тех кто впервые на нашем канале что мы производим не только такие сложные работы но и просто реконструируем фундаменты под деревянными дачными и не дачными домами то есть беремся за любую реконструкцию фундамента при этом применяем свайно-винтовую технологию делаем это ответственно и качественно всем большое спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал пишите комментарии задавайте вопросы ну и подписывайтесь на все наши социальные сети это канал как я уже сказал в контакте телеграмм инстаграмм и так далее с вами сегодня был александр и компания свой фундамент до скорой встречи на следующем объекте спасибо за внимание александр и доска ну и Редактор субтитров А.Семкин